Поучаствовать в конкурсе чтецов Корана или просто послушать аяты и суры из священного Корана в соборной мечети Усть-Джигуты собрались горожане и жители со всего района. Конкурс проходил в четырех возрастных группах, шести номинациях и среде профессионалов. Участников было больше 50. Победители получили денежные призы из соборной мечети Усть-Джигуты. Репортаж Алладинаевой. Выучить арабский язык и обучать чтению других очень важно для каждого мусульманина, чтобы читать священную книгу Коран, сказал, открывая мероприятие Кади Джигутинского района Айтек Батчаев. Гостей на конкурсе было много. Всех их объединяло одно – неравнодушие к духовному развитию молодежи. Это благоугодное дело – читать Коран и учить читать Коран. Каждому участнику, который здесь читает, я желаю, чтобы они стали хайфзами Корана. А у вас, которые преподают, очень много было учеников. Таких мероприятий было очень много. Станете вы победителями или нет – это не главное. Все сегодняшние участники уже выиграли, потому что вы знаете арабский язык, и пусть Всевышний дарует вам и вашим родителям благо, сказал депутат Народного собрания Республики Расул Кубанов. Первыми возможность показать свои знания предоставили девочкам до 10 лет, а участниц было 11. Некоторые участники и здесь продолжают готовиться к конкурсу, а проходил он в четырех возрастных группах и шести номинациях, а также среди профессионалов. Аяты и суры из Священного Корана выборочно разрешали читать самым младшим участникам – девочкам и мальчикам до 10 лет и с 10 до 15 лет. Я готовил суру «Фаджер». Она достаточно длинная, но я ее более-менее знал. Решил закрепить ее и прочитать здесь, на конкурсе. Я читал суру «Альбуроч». Она размером с лист. Я ее знал. Во время, когда я его читал, я его случайно выучил. Прочитал. Спасибо. Гость мероприятия – глава, председатель Совета депутатов УЗЖГУТЫ Азнаур Семенов. Очень приятно видеть детей, устремленных к знаниям и традиционному исламу, говорит он. Даже был такой момент, когда отец и два его сына выступали. Это было очень впечатляюще. Особенно, когда видишь, когда отец переживает за сына, сын за отца переживает. То есть, благодаря нашему имаму Азамат Хаджи, он наш город, практически район, сплотил в одно единое. Благодаря, если будет чаще эти мероприятия проходить, я как представитель администрации во время конкурса сказал, что мы будем тоже помогать им. Участникам постарше жюри на месте подбирало тексты из последней части Корана, а профессионалам – со всей священной книги. Мероприятие проходило около двух часов до обеденного намаза. После совершения коллективной молитвы в мечети состоялось награждение победителей и людей, которые помогли. Девятилетняя Сумая Хачирова побеждала в конкурсе по ментальной арифметике не только в нашем регионе, но и в Москве. А в конкурсе чтецов Корана участвует впервые. Арабский язык предложил изучать отец, говорит девочка. На конкурсе Сумая заняла второе место. Я прям удивилась, когда сказали, что Хачирова Сумая – второе место. Прямо я так счастливая была. Прямо отчасти плакать хотелось, наверное. Когда назвали фамилию? Да. Ну а в дальнейшем планируешь изучать арабский язык? Да. В последний раз конкурс чтецов Корана в соборной мечети Узжигуты проходил в 2004 году, рассказывает имам и инициатор мероприятия Азамат Кучетеров. Мы думали, что придут около 20 участников, а их больше 50, что очень радует, говорит один из организаторов и ведущий конкурса Руслан Семенов. Идея была нашего имама. Пусть она вознаградит его благо за его инициативу. А помогли ее реализовать наши бизнесмены местные. Это ряд магазинов, которые находятся у нас в городе Узжигута. Да, очень большое спасибо этим ребятам большое. И очень благодарен этим ребятам. Имам соборной мечети номер один Узжигута Азамат Кучетера вручил сувениры людям, которые оказывают поддержку мечети. А победители конкурса чтецов Корана получили денежные призы. Утешительные приготовили всем участникам. Подарки в номинации «Симпатия жюри» получили несколько детей. А после награждения всех собравшихся ждало угощение. Аладинаева Алия Бастанов. Вести. Карачева, Черкесия. Узжигута. Продолжение следует.